Продолжение следует... По проекту оно состоит из двух частей – серп и молот. Сейчас мы находимся в молоте, где располагалась кухня, а в серпе находились многочисленные столовые для детей в дровлах и гардеробные. Здание было испортировано так, что оно вообще на все времена. Хоть это была и фабрика кухня, но сам процесс, он как бы не противоречит даже музейному. Настолько хорошо было организовано пространство и проходы везде по зданию. Поэтому замечательные лестницы, хорошие, большие пространства. При проведении реставрационных работ строителям удалось найти первую штукатурку. Вообще в планах сохранить первоначальный, уникальный облик здания, а внутреннюю планировку музея уже подгонять под него. Вот, например, этот зал, где мы сейчас находимся, за счет больших панорамных окон, будет очень светлым. И здесь планируют разместить современную скульптуру. Сейчас к фундаменту здания уже подведены теплосети. Готов проект по водоотведению. Строители наращивают темп работы. Трудятся семь дней в неделю, чтобы простой во время самоизоляции не повлиял на сроки сдачи объекта. Уже к концу следующего года здание должно быть готово. Благоустройство территории вокруг будущего музея, включая остановки общественного транспорта на Новосадовой и проспекте Масленникова, это зона ответственности городских властей. Вся концепция фабрики кухни и вся прилегающая территория, то, что касается благоустройства, она идет в общем проекте с фабрикой кухни. И здесь полностью отстекованы как по земле, будем говорить, благоустройство федеральное и муниципальное. Благоустроить территорию вокруг должны до сентября следующего года. А сам музей откроет свои двери для посетителей весной 2022 года. Пока будет работать мобильный филиал Третьяковки. Из-за пандемии коронавируса творческие планы немного сдвинулись. Но на осень организаторы готовят много сюрпризов. Этой осенью в Самаре пройдет целых четыре выставки из Третьяковской галереи. Причем это большие проекты с настоящими шедеврами. Пройдут на разных площадках. Буквально каждый месяц вот этой осенью мы будем открывать по выставке. И это, ну, огромное событие, потому что привоза такого количества шедевров одновременно давно не было в городе. Пока в главном здании филиала Третьяковки фабрики кухни будут завершать последние подготовки к открытию, площадками для вернисажей станут музей модерна, художественный и галерея «Виктория». Мария Левина, Константин Головин. События. Мария Левина, Константин Головин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова